Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа монахи. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта сказителя монахи Савумаева Розвакова написан пятитонный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я это произведение перевел на русский язык и оба этих варианта выставил для продажи на интернет-сайте epasteremonas.com. Кто желает, может там приобрести их электронные варианты. Значит, сейчас позвольте мне продолжить чтение своего романа. Монахь, сидевший на ковре возле палатки на холме, разозлился на калмарках. Игнорируя слова Бакая и других приближенных, богатыр схватил свое длинное копье шесть локтей, ударил об куму плеть и выскочил на бой. Атакул, выигравшим много сражений, понадеялся легко победить монаха. Он хрестнул коня и копьем атаковал к ковргызского богатыря. «Как я мог не совладать с тобой?» – разгнял он сам монах. «Схватив копье за наконечник, он вырвал его из рук калмака. Оставшийся без оружия котлу, пришел в неописуемый ужас. До сих пор никому не удавалось не то, чтобы вырвать у него копье, но многие из его соперников даже не могли удержаться в силе. От его ударов падали на землю, как спелое яблоко. Этот отчетно впород оказывается настоящий великан. От страха у калмака волосы встали дымы. Мне ни за что совладать с ним, ни за что не одолеть. Потеряв надежду на жизнь, отчаившись в калмак, взрул от страха, как шакал, скакал прочь в сторону своих войск. Монах нагнал катакула, схватил его и вырвал из седла. Затем он вернулся обратно, прижав калмак в седла, как козленка, словно при игре в козлограмме. «Что хотите, то и делать с ним», – сказал монах, бороться в контроле воинам, когда за были восхищены силами своего богатыря. Китайцев душа ушла в пятки, когда они поняли, что никто не останется в живых, если выйдет на поединок с этим крабрецом. Однако у них не было другого выбора, кроме как отправить на бой богатыря в кого-то, чтобы защитить свою честь. Не в силах прелюдно отказаться, Ководон сел на конец аркет, чтобы сразиться с монахом. Если посмотреть на калмак, одетого в синюю железную шубу, он выглядит, как у руштуем, а его лошадь отличается от рук коней статью, высоким ростом, длиной два локтя. Ководон держал в правой руке огромную палец, сделанную серебра, а в левой – шит из стали. Перед выходом в бой Ководон повесил лук и колчан на шее, а шелковую веревку длиной не менее шестисот луфтей засунул запазу. «Погоди, икорность!» – разразумно подумал он. «Я метную веревку, как при ловле лошадей, затянул до твоей шеи петлю. Если ты придешь ко мне, монасты, погибнешь!» От бешеного вооружения кружишь, как горная птица, куда направился на битву. «Входи на бой, богатырь монасты, если придет не один, а тысячи монасты, все равно не останется жив. Если вы знаете, меня зовут Ководон, кровописца монасты, можешь заранее похоронить надежду на спасение», – ревел Калмак, наводя ужас на всех, кто слышал и видел его. «Этот богатырь не хочет никого, кроме монасты!» – изумленно говорили люди, покачивая головами. «Он действительно отважный, храбрый воин. По его виду ясно, что Ководон одолел многих врагов». После боя с катакола монаст вошел в палатку, снял синий шлем и отдыхал на красном тюфяке. «Он слышал вопли Ководона, но смехливо покачал головой. Оказывается, у этого китайца слишком большие амбиции, – сказал он. «Если он ищет меня, я пойду к нему без колебаний. Если Всевышний позволит, я сразу с ним». Баба грабив от злости, монаст, помолившись Богу, потянул на семербелую кольчугу. Взяв руки копьё, он повесил на спину винтовку и снова отправился на поединок. Увидев его, Ководон вышел, тут ищет запасы в верёвке. «Если он подойдёт поближе, я брошу верёвку, захомутаю любого, даже если это монаст». Абрамов спросил, я калмак. Не подозревая его коварным замуж, монаст хрестнул коня и с криком «Баабидин» поскакал к врагу. Тогда брошенный изюлью Ководоном верёвка обвилась вокруг монаста, крепко связав обе его руки. Кон богатрякула едва не грохнулся на землю. Сам монаст успел опереться обземным копьём, только поэтому держался в сегле. Я прекрасно бросил верёвку, теперь никакой монаст со мной не сравнится. Я одержал победу, а вразовался Ководон, взяв руки копьё, ударил плетью с аркера. Видя, как его враг скачет, богатыр попытался освободиться от верёвки. Но тщетно Бог определённо оставил меня, а с огорчением подумал о нас. Поспешишь, людей насмешишь. Я думал, что этот идиот будет стоять со мной на копьях, а он принял у меня верёвки. Как желторутый птенец я дал себя провести, стал беспомощен, как ребёнок, налаживший штаны. По делу умным. В это время Ководон подскакал богатырю, ударив его копьём. Немоверным усилим монаст правой рукой вытащил свой острый меч из ножен и разрубил пополам вытянутое копьё. Затем он перерезал верёвку, обмотанного вокруг его туловища. Калмак, оставшись с обрубком копья, решил застрелить монасты из лоха. Но он не успел сунуть его к колчану, вытащить стрелок, вытянуть тетиву. Борядок полностью освободился от верёвки и отбросил он ногой в сторону. Против монасты на акуле подскочил к его дому и ударил копьём в грудь. Оно выскочило со спины калмака чуть ли не в локтях. С криком Лайдамалу, Ководон, палец на острые копья и спустил ду. Монасты поднял калмака, и копьё подошёл к его войне. Возьмите, ваш богатый мёртв, крик был он. Взяв калмаку, монасты шевернул его калмака. Когда труп попал в них, девять воинов были убиты. В результате общество погибших от рук монасты за силу десяти. Калмаки, вне себя от страха, чуть не сошли с ума и едва не убежали, опасаясь такого страшного врага. Через некоторое время они пришли в себя. Посоветую, что калмаки решили выспротив монасты богатыря по имени Ашталу, чтобы он прикончил крызы, отомстил за убитых, разорвал его желчи. Широкоплечий калмак, одет в синее железное, шёл с крыгой, как отёл головой, густыми моравьями. Повесил на себя всё оружие, а с громким криком крошил на бой. Не оглядываясь по сторонам, Ашталу выстрелил из рука. Монаст, который был осторожен, после влога легкодона, защитился девятислоем над лопным щитом. Стрела с силой возделавшись, чуть напробив его. Если бы вместо монаста был другой человек, вряд ли остался жив после такого выстрела. Понимая, что у него не будет времени снова выстрелить, Ашталу поднял свою палец. Не дав ему воспользоваться ею, монаст ударил калмака кофьём в руку. Ашталу от удары куболем скатился к лошади и тут же отдал Богу душу. Возьмите, а вот ваш богатырь, крикнул монасту, спать в калмак за правую руку, швырул его на вражеских плаках. Бежит, не на тело Ашталу попало в семерах его воинов и на повал убило их. В велике в колесе павших от руки монаста до восьми человек. Пошли смерти только своих воинов, китарынского богатыря, китайцы опять испуганно задрожали. Все наши богатыри погибли, сказали им. Ну уж и нам покойте с собой. Тогда один из них проживал остальных терпением. Мы не должны этого делать, сказал он своей товарищей. Если мы убьем себя, Чанту, заверю всех наших девиц в качестве добычи, а наш Тагалах будет полностью уничтожен. Это было рады. Поэтому воины заплакали ножом, подняв шум на небес. Когда чаще китайцы залезли 70 тысяч воинов в Манаса, Кыргы задержали очередную победу. Они триумфально вошли в город Тагалах. После 17 дней отдыха в Дагалахе, Манаса в своем шатре провел совещание с ближайшим сподвижниками о дальнейшей песне. Если вы не против, продолжил свой путь в землю Байкуша. Продолжил он собравшимся. Там племенем Кушоку, городом Дангу, Вашетную земель Чатухан, Цанру, Кубу, Владеетхан Уданчан. Если пойти дальше, то за городом Морал, землями Кунку, Кутун правит, Баймамбе. Расположен поблизости от него местный жиркен, Принадзинтхану города, Каракаш-Аикку. А в описанных местах, кроме сказанных мной, Еще много знаменитых городов. Если мы к ним не двинемся, 11 китайских дудов не оставят нас в покое. Необходимо немедленно отправиться против предводителя, Хана Дуброва. После этого 900 тысяч войн, Как разрушивавшись на море, Подготовив все свои припасы, Хватив копья, Сабли и другое оружие, Бодро седла лошадей, Направились к Санру. Они 7 дней, 7 ночей Пробирались по пустынным полям Высохшие пустыни, Где не было ни маленьких гор, Ни встречи врагов. В тех местах, А если черный гриф окажется, Поспешить удалиться от того, Что горло крестухло, А сам он подохнет от жажды. Увидев это, Измученные воины пришли в ужас И попрощали жизнь. Монас погубил нас, Стали выражать они недовольство. Из этих полупропёртых мест Никто не выйдет живым. Все погибнут, Кости наши станут Вещей для хищных зверей, птиц. В их словах есть резон. Если посмотреть вокруг, Волосы дыбом станут. Ибо здесь, что быстро растут, Камыши величиной, как пётр, Трава, как привязанная к копью знамя, Мухи, как воробьи, Мыши, как четвертвечечные шинки. Здесь повсюду бегают Ящери, как шестилетний ребёнок, И черепахи величиной, Как чаще длиной шесть шагов. На восьмой день, ослабевшая, В конец уставшая, Войска подошёл к реке Аспань, Несший в свои бурные потоки С подножиями высоких гор. Решцы воинам распрячь лошадей, Монат решит пойти в разведку, Взяв с собой горбу, Кокчёв, Джангурчи, Бакая, Стали, как удовольствие, за Галапию. Пусть воин отдохнет здесь, Сказал товарищ богатырь. Мы с шестером разведываем окрестность. Есть ли вокруг, Таскинувшиеся города, Раздольные поля, Бурные реки, Сокие горы, Состоявшие враги. Всё разузнаем. После отъезда Монат с пятью богатырями На разведку Воины с Кутубием пошли на ход. Когда они гнались за оленями, На свете вышел людоёд, Одноглазый великан Адамдук. Он схватил всех охотников, И погнал их, Как баранов, К своей пещере. В лучших моментах Кутубием выстрелом глаз Убил Адамдук. Таким же образом Он с товарищами Расправился с женой великаншей Адамдук. Обыскав пещеру Великанов, Людоедов, Охотник нашли мне Десятки людей, Томиху суплину И выпустил эту свободу. Прихватив собой Награбленный Адамдук Бесчительное богатство, Кутубием Стоварища Возвращался к своему войск И вывел Долгочу перед ними. Каз, Кутуби по-настоящему Щедро человека Стали с довольным вами И справедливо Проделили добро Между собой. В это время Послушавши шум, Крики, Визги, Ругань, Раскачивши на ныне, Войны стали разбираться. Что случилось? Выяснили, что Товарищи двести Охотник, Ушедшие вместе Кутубием на охоту, Вопоследствии Отделившись от него. Они Объяснили, как разом, Причину своего Внезапного Появления. Оказывается, Похрещавши, Кутубием, Зайдя на холм, Охотник Увидел Куланов, Породивших По степи, Как многочисленный Тову Лошадей. Когда Они Погнали за ними, Испуганные Куланы Удрали Остаренные Пустыни Ошаровы. Наверняка Куланы Остановятся, Когда Устанут Понаделец Охотник Продолжили Погоню. Когда Они Достигли Вершины Несокого Холма, Внизу Везли Клоста Пятьдесяти Диких Верблюдов Спокойно Шипавши Поймаем Изобъемных Подумали Крызы Погнали Что-то Не поближе Но Как На злую Верблюгу Чуяли Стали Убегать Охотники Погнали На них Когда Они Добрались На маловодную Широкий Теперь Верблюды Внезапно Исчезли Куда Они Запропастились Удивились Крызы Для того Что уже Наступила Темнота Темная Безломная Ночь Они Вынуждены Были Преночевать Там На рассвете Охотник Направили На север Горей Дондун Доеда До пересечения Дорог Куарасун И Аспана Они Столкнулись Семи Тысячными Воинами Богателя Мартыка Шедшую Из Кенджута Сорна Аспиана Увидев Столь Многочисленное Войско Двести Охотник Пустились На утек Но При этом Они Могли Перебить Немало Калмаков Знавшихся За ними Узнав О всем Этому Каргазов Катеринах Они Уничтожили Всех Воинов Мартыка Подверг Полно Морогрова Что Касается Богатаря Монаса Он Вместе С Товарищем Целый День Ехал Без Остановки К вечеру Доехал До горы Ортов Кружевым Сороны Широкой Степью С Большим Трудом Забравш На вершину Голос Порой Шеваля Все Путник Устраивали Себе Привал Пока Его С Путник Переводили Дух После Трудного Подъема Монас Стал Оглядывать Окрестность Бенок Подарение Мое Подъема Бенок Белоберна По кружу Украшен Изумрудом Шесть Настроен И Препособлен Для Дальней Дороги Камаз Когда Монас Плядывался Перед узором Открылся Принаривающий Хану Дубров Город Консветущим Садом И Дественными Домами В нем Проживали Предвидевшие Будущие Четыре Колуна Хори Уш Боу Усагу Ших Кьяр Они Узнали О проведении Монас Стревожен И Помчались Во дворе Дубров Получив Решение Колуна Поспешно Вошли Покоя Хану Их Вожак Среднего Роста Режим Скула Стревожен Кьяр Обратился К Дубров По Невозмутимому Седавшему Золотом Трону Мой Хан Сказал Кьяр Непобедимый Богатыр Монас С Бесчительно Невозмутимый Четыре Дня Отдыхает Невозмутимый Чтоб Чтоб Другим Было Неповадно Невозмутимый 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 Невозмутимый